девчонки всем привет сегодня я хочу рассказать о своем заказе эйвен и арифлейм это будет каталог эйвен номер 1 каталог арифлейм номер 17 если не ошибаюсь по моему да на улице так пасмурно и я решила вот нашла уголок такой решила снять вам просто под лампой потому что перед окном вообще нереально и надеюсь вы простите за такое освещение я надеюсь продукты все будет видно все будет слышно понятно поэтому если вам интересно со мной проводить время то оставайтесь со мной и первое что я вам хочу показать это я заказывала из эйвена вот такой вот блеск я кстати думала что он будет немножко потемнее что ли или такой прям сильно светлый этот блеск по моему утра сяючий блеск для губ в общем здесь 6 миллилитров оттенок у него вот такой если вам видно он идет со спонжиком я думала он будет идти с кисточкой но он идет со спонжем в принципе я думаю это не критично запах еле уловимый такой какой-то сладенький он не дает такого вот именно насыщенного оттенка которые здесь вот в тюбике он идет не матовый розовый с таким это даже шиммер да это шиммер но шиммер такой разноплановый есть шиммер такой сереневатый есть золотистый розовый немножко зеленцой шиммер такой хамелеон но на губах этого шиммера практически не видно он просто ложится такой вот ну не за маской конечно ну вот именно обычный блеск который если нанести в один слой он полупрозрачный получается если в 2-3 слоя то получается такой выбеливающий эффект но он к примеру мне не очень идет и мне он не нравится еще что я заказывала это был крем от эй вам кир зимний крем для лица непревзойденный комфорт чилинным маточным молочком здесь 200 миллилитров большая банка почему я ее заказывала во-первых потому что мне нравятся все крем от эй вам кир практически все именно для лица во-вторых мне нужен был крем на зиму какой-нибудь зимний он такой немножко на камеру видно наверное немножко идет сам крем желтоватым оттенком таким запах приятный немножко таким чем-то медовым пахнет но что хочу сказать этот крем мне совсем не нравится не то чтобы он даже мне не подходит мне он просто не нравится потому что когда я его наношу под макияж я не наносила потому что попробовала нанести его на ночь и просто ужаснулась потому что он ложится какой-то маской даже если вы чуть-чуть наносите если вы чуть больше нанесли неважно он просто вот после распределения кажется вроде бы все нормально все хорошо но потом вы чувствуете этот крем он такой как маска после его вроде бы как впитывание а вы проводите рукой чувствуете некоторые вот неровности от крема которые остаются разводы которые не впитались в общем тут в инструкции не написано что нужно после того как крем уже более-менее впитался вытереть его остатки убрать или что такое в общем я разочаровалась я этот крем очень ощущаю на лице мне не очень приятно и так как сейчас я приобрела себе в принципе крем на ночь другой я этот крем наверное заберу либо на работу буду там ноги мазать либо в общем дома будут уже используют на руки на ноги потому что так я не могу просто девчонки не советую этот крем если кто-то пробовал и вам понравилось либо может быть вы знаете как его нужно наносить не знаю напишите мне но мне кажется в принципе ничего сверхъестественного нанесения этого крема нет чего бы я не знала поэтому в общем буду мазать на ноги и на ру у меня ноги с руками особо не капризные и был у меня до заказ по каталогу номер один эйвен это была водичка которая мне очень нравится которую я очень люблю я ее пользуюсь весной это eternal magic enchanted в общем я ее обожаю здесь 50 миллилитров в распродаже по моему она стоила в общем ну 100 гривен грубо говоря я ее еще не открывала потому что у меня есть уже начатое и еще с прошлого года здесь вот осталось чуть-чуть я этот запах просто обожаю я знаю здесь просто именно намешано все что может нравится девушка может быть кому-то не нравится этот запах я не знаю но сейчас он зачитаю что здесь представлено обольстительный шлейф из нот красной малины раскрывается благоуханием листьев пиалки и чувственного кашемирового дерева в общем я чувствую здесь очень именно малину вот именно малина и что-то такое терпкое немножко есть но совсем еле уловимая в общем это не духи это туалетная вода но она мне настолько нравится что я ассоциирую именно эту водичку с весной я именно весной вот только весной хочу ей пользоваться она сладкая весенняя именно вот призыв можно сказать всей природы для того чтобы все деревья зацвели все цветочки появились вот весной буду пользоваться допользую наверное вот этот тюбик и на прозапас у меня уже принципе есть если вдруг что чтобы просто не расстраиваться если закончится этот флакончик так что любителям сладких таких нежных ароматов а могу поставить по каталогу oriflame номер 17 я заказывала вот такую вот помадку в виде пули не помню это была новинка у них в каталоге или нет в общем помадка выглядит вот так вот такой вот розовый оттенок мне он в каталоге принципе понравился но что хочу сказать во первых что меня удивляет что у oriflame у помад именно запах каких-то старых продуктов уже именно старых помад которые стояли уже долгое время эта помада не исключение она также воняет но не так сильно на губах вы ощущаете этот запах только когда наносите эту помаду через минут 15 где-то он выветривается но все равно не очень приятно помадки здесь у нас 4 грамма это у меня оттенок в арм пить серию сейчас я вам скажу вандер колор липстик серия называется это именно такой вот розовый и он немножко уходящий персик но когда наносишь на губы и не знаю конечно но мне немножко кажется что ли вульгарным я ее пока оставила не знаю буду пользоваться или нет и еще я как бальзама маньяк в принципе которым я уже от недавнего времени стала я заказала вот такой вот бальзам чик это рождественская коллекция в общем рождественский выпуск это у нас не серия или как серия их не сенчал с в общем либо он без алмонт ойл она такая вся вот упаковка идет звездочками сердечками с конфетками такими нарисованными я заказала этот бальзам и из-за того что там написано было что интенсивно питает губы в общем то да сё здесь у нас идет 45 грамма тоже внушительный такой объем я пользуюсь интенсивно этим бальзамом вот сколько осталось пользуюсь им на ночь объясню почему запах у него написано было в каталоге что с миндалем с запахом миндаля с ароматом миндаля не знаю миндаль я особо не ощущаю вот когда так вы нюхаете бальзам вроде бы ничего не отталкивает когда я на наношу на губы тоже немножко мне отдают какую-то старой мазью на основе там козьего жира какого-то вот что-то такое но бальзам по свойствам неплохой я его наношу на ночь утром просыпаясь у меня губы мягкие они напитанные поначалу были сомнения у меня по поводу этого бальзама потому что я когда начала тестировать его днем получила заказ думаю ну надо попробовать меня почему-то он не впечатлил я думаю наверное потому что я нанесла там в один слой как-то так чуть-чуть нанесла его на ночь я наношу там чуть ли не слоя три его но тем не менее неплохо справляется и вот я пользуюсь уже месяц и знаете довольно таки неплохо могу посоветовать кстати я заказала себе еще один такой на всякий случай так что неплохой бальзамчик и еще в качестве можно сказать такого подарка мне мой консультант преподнесла опять же крем для рук это тоже какая-то рождественская у них рождественский выпуск 75 миллилитров christmas wish хэнд крем здесь на креме не заявлено ничего абсолютно что он там питает увлажняет руки я его попробовала запах у него тоже не очень хороший мне напоминает какую-то мазь для ног что-то такое у меня недавно был крем я вам показывала в покупках от невской косметики такой жестяной тубе запах как-то напоминает крем мне не очень понравился он довольно таки питательный хороший именно по свойствам но у него есть еще такая фишка когда вы наносите его я им пользуюсь только на ночь потому что запах мне не нравится и его свойства когда ты наносишь липкость появляется липкость на руках до такой степени что когда я утром просыпаюсь я чувствую что знаете вот как будто руки грязные и мне это не очень нравится я сразу бегу в ванну там мою руки но так крем питательный руки после него такие шелковистые мягкие ну вот два таких фактора которые меня отталкивают от этого крема и я не купила бы никогда сама и не куплю такой крем это то что он отвратительный запах и то что липкость рук и он превращает руки немного такие в грязные это мне не нравится поэтому из-за этого я не советую никому этот крем вот это были все мои заказы надеюсь вам было интересно что то для себя нашли полезное если есть какие то вопросы оставляйте в комментариях буду рада почитать всем удачи до новых видео и пока